Итак, друзья, хочу сегодня, давайте перейдем к Слову Божьему, хочу сегодня поделиться одной проповедью. Она такая, знаете, больше похожа, наверное, на учение, но я думаю, что мы уже достаточно пребывали в Господе, в присутствии Его, и я думаю, что теперь Слово Божье, оно должно быть посеяно. Кстати, такой маленький момент, когда-то этим откровением со мной поделилась моя супруга, не помню, тогда мы еще были женаты или нет, и она сказала такую интересную вещь, что почему важно прославление и хвала в церкви, и поклонение? Вы знаете, это как подготовка почвы, то есть тебе сначала нужно подготовить почву, чтобы потом проповедь, Слово Божьей проповеди, чтобы оно попало в почву твоего сердца, и оно дало там плод. И если ты не вспахал землю, если ты ее не удобрил, если ты ее не подготовил, то зачастую проповедь просто проходит мимо. Поэтому хочу ободрить каждого из вас, друзья, не пропускайте хвалу и поклонение раз, а второе, во время хвалы и поклонения, находясь здесь, тоже не пропускайте ее, добре? Это важно, тогда слово будет услышано. Господь, благослови сегодня это слово, во имя Иисуса Христа, аминь. Давайте откроем с вами второзаконие, книгу второзакония, 30 глава, второзаконие, 30 глава, 19-20 стихи. Прочтем два стиха. «Во свидетели перед вами призываю сегодня...» Мне кажется, или эхо чуть-чуть есть какое-то такое немножко в микрофоне. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилиплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь Бог склятвою обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову дать им». Друзья, это известнейшее место из Писания. Можно на 19 стих переключить и пока пусть будет. Это известнейшее место из Писания, которое дает нам знать самое прекрасное предложение Бога. Смотрите, Бог говорит, я предлагаю тебе жизнь и смерть. Я предлагаю тебе благословение и проклятие. И Бог подводит нас к самому величайшему, я скажу, наверное, изобретению, но это не изобретение, это самое величайшее чудо, наверное, нашей жизни с Богом. Смотрите внимательно. Самым величайшим проявлением любви Божьей, кроме смерти Иисуса Христа на кресте, знаете, что стало? Право выбора. Кто согласится, друзья, о том, что право выбора – это величайшее проявление любви и доверия? Кто из вас любит своих детей? Вы им доверяете? Дайте им 10 тысяч долларов. Ну, как бы, пока, наверное, психологически он не готов к этому. Друзья, смотрите, что сделал Бог. Он, он настолько возлюбил нас, что он предоставил нам право выбора. Он говорит, я тебя люблю и я тебе доверяю. Он настолько доверяет. Вы знаете, взаимоотношения мужа и женой, они в чем-то отчасти похожи. Ведь когда муж доверяет своей жене, а жена доверяет мужу, он едет в командировку, она не пытается, не нюхает, не проверяет карманы, не проверяет его телефон потом, правда? Она ему доверяет, потому что она знает. Я его люблю, значит, у него, я даю ему, я предоставляю ему право выбора. Точно так же Бог, друзья, в этом стихе, смотрите, он говорит, я предлагаю тебе, я предлагаю тебе. И в этом есть проявление Божьей любви. Конечно же, знаете, есть для взрослых людей еще один выбор. Это проявление нашей любви к Богу. Если вы хотите узнать об этом проявлении, кто помнит, давайте я вам прочитаю место из Писания, одно интересное. Это проявление любви человека к Богу. Это Евангелие от Луки, 22 глава, 42 стих. Смотрите, там написано такое, Евангелие от Луки, говоря, это молитва Иисуса, «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу эту мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Кто понимает, друзья, что это выбор, который делает Христос? Он мог сказать, а я не хочу этого. Смотрите, величайшее проявление любви человека к Богу, ответной любви, заключается в том выборе, что мы добровольно выбираем Бога, нежели себя. Мы добровольно выбираем Его волю более, чем свою волю, правда же? Еще раз, Бог проявил свою любовь, кроме жертвы Иисуса Христа, повторяюсь, в том, что Он предоставляет нам право выбора. Наше проявление любви заключается в том, что мы выбираем в ответ добровольно Его волю и говорим, «Твоя воля будет, да не моя». Кто из вас понимает, что если бы Христос здесь сказал, «Я не хочу идти на крест», кто понимает, что Бог не заставил бы его это сделать? Понимаете, да? Поэтому это было проявление любви, ответное проявление любви. И вот сегодня я хочу сказать, друзья, каждому из нас, тебе решать, будешь ли ты принимать Божью любовь в виде этого выбора, и будешь ли ты отвечать на эту любовь в виде выбора, который потом делаешь ты. Еще раз, кому это решать? Тебе решать. Поэтому сегодня я хочу проповедовать как раз не о выборе, не о второзаконии 30 глава. Я хочу проповедовать сегодня на тему вот этих двух простых слов или этой одной фразы. Тебе решать. Это сегодня тема проповеди. Тема проповеди сегодня так и звучит. Тебе решать. Тебе решать. Скажите, это простая для услышания фраза? Тебе решать. Скажите сейчас вместе со мной, тебе решать. Легко сказать это? Но кто из вас понимает, что эта фраза может иметь более глубокий смысл, нежели мы просто ее взяли и сказали? Я вообще удивляюсь, в последнее время, знаете, мы так легко говорим, мы оперируем понятиями, как сказал один, говорит, легко оперируем сложно подчиненными предложениями со сложно выверенными фразами. Мы так легко оперируем ими. Вы знаете, сегодня засилие вот этих всех личностных тренингов и так далее, оно породило массу, знаете, таких прямо целых фразеологических оборотов. Сегодня люди прямо так говорят, вот знаешь, слушаешь его, думаешь, ну господи, ну прям как вот из лейки в душе. Красиво спевая, но послушайте, вы же понимаете, что за каждой фразой стоит глубина какая-то, ответственность, сила. Попробуйте сказать какому-то человеку на улице просто о том, что он человек с недостаточными умственными способностями. Просто вот выйдите на улицу кому-нибудь поздоровее вас раза в два и скажите ему, ты человек с недостаточными умственными способностями. Поэтому я делаю тебе соответствующий вывод, что вы получите в ответ. Слушайте, вы получите обратный вес этой фразы. И дай бог, если прилетит так, что потом на ногах устоите. Правда? Вот попробуйте сказать человеку, что ты дурак на улице просто. Вы сразу поймете, что эта фраза имеет свой вес. Кто согласен с этим? Слова имеют свой вес. Поэтому, друзья, мы живем во время, когда нам необходимо понимать, что вообще каждая фраза имеет вес. Давайте другой пример с другой стороны. Кто из вас понимает, что сегодня мы подошли, наверное, к какому-то, знаете, такому ядерному кризису или проблеме ядерного кризиса ближе, наверное, чем даже во времена Карибского кризиса? Кто историю знает? Понимаете это, правда? Кто понимает, что сегодня иногда одна неосторожная фраза, она может как бы нарушить хрупкое равновесие? Кто это понимает? Правда. Поэтому, друзья, сегодня, как никогда, мы должны с вами осознавать, что каждое, любое слово имеет свой вес. Поэтому, когда мы говорим об этой фразе «тебе решать», почему я говорю о ней? Да потому что в этом фразе, в этом месте из Писания, второзаконие 30 глава, где он говорит «я предлагаю тебе» и так далее, и мы подошли к тому, что нам решать все же, я хочу вам сказать, мы не до конца понимаем, как решать. И я думаю, что вот это вот такое поверхностное немножко легковесное отношение к этой мысли о том, что мне принимать решение, оно приводит нас к тому, что это место из Писания, оно проходит мимо нас. Оно как бы, знаете, вот мимо нас заходит, оно не заходит в нашу жизнь. Кто из вас понимает, что если там написано благословение или проклятие, кто хотел бы иметь благословение? Все. Жизнь или смерть? Конечно, жизнь. Но что мы видим? Мы видим зачастую, что христиан, я, кстати, замечаю, я не знаю, как вы, ну, может быть, вы или не хотите замечать, а может быть, замечаете, но просто не говорите об этом, но я вам хочу сказать, я замечаю очень большое количество верующих людей, которые недовольны своим христианством. Знаете, с чем это связано? Им кажется, что они в своем христианстве чего-то недополучают. То есть, они, знаете, такие, я верю в Иисуса Христа, но если бы, если бы человек был откровенен до конца, и у него тут стоял мониторчик, вы бы увидели, что его христианство и его христианство, оно слишком недовольное. Я вам скажу, почему. Потому что зачастую, когда Бог подводит нас к черте, выбирая благословение или проклятие, жизнь или смерть, еще раз, мы не понимаем до конца, что он от нас хочет. Вообще, что он нам предлагает на самом деле. Вот что именно он предлагает. Я задам такой вопрос, если есть среди вас кто-то, кто вот думает немножко. Скажите, когда он предлагает благословение или проклятие, что именно надо выбирать вообще-то? Благословение. А что это? Что вы подразумеваете под фразой благословение? Все самое лучшее, да? То есть, вы понимаете, что на самом деле мысль, которую вот кто соглашается с благословением? Все. Но когда мы подразумеваем, ну, начинается раскрытие, то есть сама жизнь, якобы жизнь с благословениями, что вы ожидаете? Вот что вы ожидаете? Что все будет хорошо? Ну, как показывает практика, так и у многих вообще-то ум их показывает. Ну, ум, и то, что они думают, и то, что реально в жизни есть, это разные вещи. И поэтому они недовольны. Вы понимаете, как один человек обозначил, что такое проклятие? Один мой друг говорит, проклятие – это украинские дороги. Говорит, их осенью ремонтируют, весной опять дырки. Понимаете, и многие из нас мы все время, когда у нас в жизни с Богом, смотрите, получается типа черно-белая полоса, многие люди воспринимают это как проклятие. Вы в курсе? Они видят это проклятие. То есть они говорят, я бы хотел жить в благословении. А кто тебе сказал, что то, например, что ты сегодня живешь, это не есть благословение, например? Ну, кто тебе это сказал? А я открою вам секрет, друзья. Весь секрет кроется, смотрите, еще раз, вот в этой фразе – тебе решать. Дело в том, что когда мы делаем тот выбор, на самом деле мы делаем выбор не такой, какой дал нам Бог, а мы делаем выбор такой, какой мы хотим его видеть. Когда Бог говорит «выбирай», мы не выбираем благословение или проклятие, мы выбираем свой сценарий жизни на самом деле и плохой сценарий жизни. Но кто из вас в курсе, что в этом месте из Писания, в Терозаконе 30 глава, Бог этого не предлагал нам? Он не предлагал нам наш сценарий жизни. Он сказал, я предлагаю тебе благословение или проклятие, жизнь или смерть, вот все, что Он предложил. Тогда давайте разберемся, что же, как же сделать этот выбор правильно, как делать этот выбор правильно и как не попасться на удочку эту. Итак, друзья, эта фраза состоит из двух слов «тебе» и «решать». «Тебе» и «решать». Давайте разберем каждое из этих слов. Что оно означает или что оно может означать? Сейчас кто-то скажет, я знаю, это ж вообще, это ж прям вообще, тебе и «решай». Я, я решаю, я решаю. Это, знаете, такую шутку вам скажу, когда преподаю английский язык, я всегда начинаю, первый урок у меня начинается со следующего. Я говорю, скажи мне, пожалуйста, что такое имя существительное или именник? Он говорит, ну это, это, да все это знают. Я говорю, ну что это? С одним учеником, он говорит, ну это что делаю? Я говорю, нет, это не то. Я говорю, это дие слово. Вот вы понимаете, мы должны начать с простых вещей с вами. Давайте начнем. Итак, первое «тебе». Помните, есть такая песня? Была такая песня «Я так хочу, чтобы лето, чтобы оно за мной мчалось». И вот знаете, когда мы говорим, друзья, «тебе решать», для большинства людей вот эта фраза «тебе», она вот для меня, я ее понимаю, что они подразумевают под этой фразой «я так хочу». То есть, «тебе» это означает «я определяю». То есть, это «я буду сейчас определять». Я сейчас определю, что на самом деле хорошо. Я на самом деле определю. Еще раз вопрос, что в второзаконии 30 главе Бог предложил нам выбирать? Из чего? Благословение или проклятие? Жизнь или смерть? Правда? Вопрос. Скажите, пожалуйста, кто понимает или кто создал, или кто… Вот то, что Бог предложил нам, благословение или жизнь, например. Кто наполнил смыслом эти слова? Мы или Он? Он. То есть, когда Он предложил благословение, предложил ли Он то, чего хочу я? Нет. А что Он предложил? Свой порядок вещей. То, что хочет Он. Смотрите, еще раз. Он говорит, я предлагаю тебе выбирать, но выбираешь ты, но выбираешь ты, внимание, не из… Знаете, я говорю, вот это или вот это. Я согласен, без проблем. Спасибо, мне вот это, пожалуйста. Он говорит, этого тебе никто не предлагал. Вы понимаете, друзья, что фраза «тебе» она не означает автоматически, что то, как хочешь, это ты. То, как видишь, это ты. Я как-то один раз расскажу вам. Это такой, знаете, из жизни пример. Как-то один раз человеку говорю, смотри, там вот в комнате есть вещи, которые ты можешь выбрать. Иди выбери их себе. Прихожу. Человек забрал какую-то вещь, которую я говорю, слушай, ты зачем ее забрал? Говорит, ну ты же сказал, выбирай в комнате все, что хочешь. Я говорю, нет. Я сказал тебе в комнате, бери из вот этих вещей то, что тебе нравится. Он говорит, а, вы не имели в виду, что бери все, что хочешь? Я говорю, конечно, я не имел в виду все, что хочешь. Потому что есть некоторые вещи, которые ты, как бы, они мои. Вот вы понимаете? Например, кому из вас говорили фразу в гостях «чувствую себя как дома»? Никто не говорит вторую часть этой фразы, но все говорят «чувствую себя как дома». А я у себя дома, открыл холодильник, стою и смотрю. Что же взять? Беру все, что хочу. Кто из вас в гостях понимает, что это неуместно? Тогда вопрос, что же означает фраза «чувствую себя как дома»? То есть, она имеет ограничения? Имеет. Смотрите, точно так же, когда Бог говорит о том, что благословение или проклятие, жизнь или смерть, я хочу, чтобы мы понимали, друзья, это, это не означает, что так, как я хочу благословение. И знаете, я для себя даже записал одну вещь, потому что, признаюсь вам честно, в этом рождается очень много нестыковок, потому что, почему люди бывают порой недовольны благословением? Потому что они хотят те благословения, которые Бог не хочет им давать. Более того, некоторое то, что мы называем благословением, и Бог давно уже назвал проклятием. И как бы он говорит, ты его выбрал. Итак, как же не заблудиться в этом вопросе? Смотрите, я для себя записал такую вещь. Это все касается Божьей воли. Как определить, что есть Божья воля для каждого человека? Вы удивитесь, но Божья воля определяется тремя простыми вопросами. Как понять, что есть Божья воля, а что не есть Божья воля на жизни человека? Три простых вопроса. Первое. Задайте себе вопрос, для чего Бог меня родил? Вот у меня к вам вопрос, для чего вы родились? Ответьте себе на этот вопрос, для чего вы родились? И вот здесь вы уже поймете, что у большинства верующих уже здесь наступает прокол. Потому что большинство из верующих людей скажет вам, внимание, ответ на этот вопрос, чтобы быть счастливым. Правду сказал брат, нет такого слова. Так для чего Бог тебя родил вообще-то? Ты как бы найди ответ на этот вопрос. Потому что, повторюсь еще раз, благословение и жизнь Бог заключил в рамках ответа на этот вопрос. А для чего ты родился? Второй вопрос, который определяет Божью волю, заключается в следующем. Какие у тебя есть дары, способности и таланты? Вы никогда не задумывались, что когда Бог что-то совершает, Он вкладывает в это определенный набор способностей, определенный набор возможностей, вот так назовем. Как вы, у меня вопрос, как вы думаете, в этом телефоне, помните раньше старые телефоны, До Nokia 3310, кто помнит, у них антенны были такие? Помните, еще были эти, как же он назывался, французские телефоны у нас были? Sajem, Sajem. Помните, у них такие антенны были выдвигающиеся? Вот, здесь есть антенка? Нет. Но кто из вас понимает, что в этом телефоне есть блок антенны? Кто понимает? Потому что, если его здесь не будет, скажите, чего я не могу делать этим телефоном? Звонить. Я не смогу звонить им. То есть, вы понимаете, что когда Бог рождает человека для чего-то, Он в него вкладывает определенный набор способностей и талантов. Согласны или нет? Согласен. Какие таланты и способности есть у меня? Большинство не знает об этом, не догадывается. Потому что, когда мы говорим о благословении, еще раз, мы не говорим о том, что благословение – это использование способностей и талантов. Вообще это, друзья, если вы в курсе, то когда Бог создавал яблоки, например, Он создал семечко, а из семечка создается сад. Понимаете? Вот так оно работает. Он не создает сад, Он создает вот одну вещь какую-то, из нее все вырастает. Поэтому Бог в человека помещает способности и таланты. И третий вопрос, на который нужно ответить себе, очень простой. Он звучит так. Что теперь Бог собирается сделать со всем этим, что есть внутри меня? Что Он будет с этим делать? Что Он хочет с этим делать? Что Он хочет с этим делать? Три простых вопроса. Для чего ты меня родил? Какие у меня способности и таланты? И что Он собирается с этим сделать? Если ты отвечаешь себе на эти три вопроса, ты понимаешь, какая Божья воля на твою жизнь. И автоматически тогда мысль, смотрите, о том, что выбирай благословение, она определяется уже тебе. Смотрите, не я уже хочу и то, чего я хочу, а я уже автоматически начинаю говорить, теперь я понимаю, что жизнь по Божьей воле, это есть благословение и жизнь для меня. Повторюсь еще раз, почему многие верующие сегодня недовольны своим христианской верой? Они живут не тем, для чего Бог их родил. Вы удивитесь, возможно, возможно, вам покажется это жестким или даже жестоким, но любящий Бог, Он настолько сильно любит нас и настолько желает добра, что в каждом ответе на каждый из этих вопросов вы не найдете ничего злого. Но ответ на каждый из этих трех вопросов может очень сильно отличаться от нашего представления о благословениях. Как вы думаете? Такой вопрос. Был ли приход Иисуса Христа на эту землю благословением или Божьей волей для его жизни? Да или нет? Это была Божья воля? Это было благословение? Вот, смотрите, в нашем понимании нет. Потому что в нашем понимании, друзья, благословение – это нечто, от чего меня будет переть. И Бога тоже должно переть. Сейчас вот я вам до этого дойду. Потому что еще раз, когда мы говорим «тебе решать», я повторяюсь еще раз, простой выбор, второзаконие, 30 глава, благословение или проклятие. Выбирай. Выбираем вроде, еще не выберем, все проклятие. Потому что то, что мы выбираем, друзья, оно должно соответствовать Божьей воле. Ты не можешь выбрать, то есть ты не можешь своим выбором написать Божью волю. Вот так буквально объясню. Ты не можешь сказать, если я это выбрал, значит это Божья воля. Оно так не работает, вы понимаете? Приведу простой пример. Недавно буквально вот на днях как-то с пастором Вали общались с молодым, ну с братом одним, молодым человеком. Я ему объяснял. Вы, наверное, не читали это место из Писания. Если можно, откройте, пожалуйста, Бытие 6 главу. Там не записано. Я вам сейчас удивитесь, место из Писания уникальное. Оно определяет, оно вообще говорит нам, Бытие 6 глава с 1 стиха. Оно говорит нам вообще о семейной жизни, о построении семейной жизни. Вы сейчас удивитесь и поймете, многие из вас, я вообще не знаю, как вы строили семью, если честно. Если верующие вы были, я не знаю. Вот давайте откроем. Смотрите. Когда люди начали умножаться на земле, родились у них дочери. Все понятно, правда? Дальше читаем второй стих. Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали себе их в жены, какую кто избрал. Кто понимает, что вот так вот живет, ну вот так люди живут в основном, увидели, ай-яй-яй, какая красивая, надо в жены брать. Правильно? А теперь читаем дальше, третий стих. И сказал Господь Бог, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, и так далее, и так далее. Вопрос. В чем Бог увидел пренебрежение? Они выбирали так, как хотели. Ой, так а что, не я, оказывается, выбираю? Оказывается, есть Божья воля, друзья. Почему? Да потому что вы никогда не знаете, что будет с этим человеком через 10, через 20, через 40, через 50 лет. Вы не знаете. Поэтому человек, который верит во Христа, он вначале идет молиться, прежде чем он делает предложение. Потому что многие ребята, они делают предложение, знаете для чего? Чтобы застолбить. Моя. Никто не лезет. Она моя. Все поняли? Моя. А вы вначале спросите у Бога вообще, а что он хочет? Что он видит? Как он вообще видит? Видит ли он? В его плане это есть или нет? Боже, ты для меня приготовил благословение. Серьезно? А вот это, что хочешь ты, оно будет благословением для тебя? Если вы будете искренни, вы однажды спросите у каких-то семейных пар верующих, я вам хочу сказать, ни одна семейная пара, ни одна, она всерьез задавалась вопросом о том, а не ошибся ли я в своем выборе? Не ошибся ли я в своем выборе? Почему? Потому что то благословение, в кавычках, которое мы получили иногда, мы понимаем, что оно как-то, что-то как-то не распирает от счастья и удовольствия почему-то. Знаете почему, друзья? Потому что Бог говорит, смотрите, не вечно духу моему пренебрегаемым быть человеками. Друзья, то, что выбираем мы, еще раз повторяюсь, то, что хотим мы, не всегда является благословением. Еще раз повторю, не все, что мы себе хотим, не все, что мы себе выбираем, является благословением. Вы услышали меня или нет? Потому что, друзья, для многих людей можно, верните это тебе решать, для многих людей, друзья, слово благословение или тебе решать, тебе, вот эта фраза тебе, слово тебе, оно подразумевает, чего мне хочется, от чего я буду чувствовать себя лучше и что даст мне жить более качественно завтра. Вы в курсе, что для большинства людей вот эти три простых вопроса являются зачастую аналогом Божьей воли. Еще раз, что люди подразумевают некоторые верующие под Божьей волей? Чего мне хочется? Если мне этого хочется, значит, этого хочет. А если мне этого не хочется, значит, этого Бог тоже не хочет. Второй вопрос, от чего я буду чувствовать себя лучше? Вот вы знаете, я прямо сейчас проецирую этот вопрос на Евангелие от Луки 22 глава 44 стих, где Иисус в Гефсиманском саду молится и капли пота его были как капли крови. И знаете, я думаю, он прямо этого хотел, наверное. Он прямо, знаете, в восторге шел, говорит, ребята, вот она кульминация моей жизни. Я сейчас пойду туда и ой-ой-ой, как же ж будет там классно. Сейчас так будет. Помните, Иисус отходит и говорит, послушайте, скорбный час мой пришел. Говорит, не можете ли вы бодрствовать со мной хотя бы один час? Мне сейчас плохо. Вопрос, было ли это плохо Божьей волей? Оказывал. Смотрите, да? Даже не можем дать определить, так, к сожалению или к счастью. Видите, как мы? Еще раз. Второй вопрос, друзья, он очень странный, но он звучит так. От чего я буду чувствовать себя лучше? Христос не всегда, друзья, чувствовал себя лучше от того, что делал он. Вы помните, вот я всегда вспоминаю, кто помнит историю апостола Павел, последнее его путешествие римское. Помните, когда он, перед тем уже, как отправиться в Рим, последнее самое путешествие, где ему отрубят голову и пророчество. Один человек говорит, подходит, берет пояс, связывает руки и говорит, тот, чей это пояс, будет отправлен туда-то и там он будет убит. И все люди, которые так сильно любили апостола Павла, окружили его, и знаете, что они начали ему говорить? Прекращай, не едь туда. Они говорят, это не благословение, куда ты собираешься ехать. Это не есть благословение. Апостол Павел говорит, послушайте, если я следовал до этого за Христом, то не последую ли и в этот раз за Ним? И он делает свой выбор, вы понимаете? Но вопрос, скажите, вот он знает, что у этого человека есть пророчество, а он верил в пророчество, и он понимал, что это произойдет. Вопрос, вы понимаете, что ему пришлось сделать выбор? Кто это понимает теперь? Выбирал ли он, друзья, жизнь, когда тебе сказали, что тебя убьют? А что же он тогда выбирал? Божью волю. Понимаете, друзья, еще раз, в этой фразе тебе решать, я хочу, чтобы вы поняли, вот это слово тебе, на самом деле, оно не подразумевает то, что подразумеваем мы. Оно подразумевает тебе, это означает, ответь себе на вопрос, а чем ты вообще движешься и живешь теперь? Мы должны глубоко себе ответить на этот вопрос. Знаете, что показало для меня лично, вот честно признаюсь, для меня, я сделал только лишь один вывод, за все время я сделал один вывод о людях во время войны, пока один только сделал, не хочу больше делать даже. Я сделал один вывод, знаете какой? Он неплохой и нехороший, он просто честный, на мой взгляд. Для меня я сделал вывод, кто чем живет, кто ради чего живет. Я не говорю еще раз, что-то плохо или что-то хорошо, но каждый сделал свой выбор. И каждый сделал выбор на основании того, ради чего он живет. Согласны? Хороший это выбор или плохой? Я не знаю. Я просто знаю, что каждый его сделал. Вот 24 февраля заставило, или буквально, можно сказать, оно побудило каждого человека сделать вывод. У меня жена одна же, знаете, ну это такой приватный наш разговор, лично просто мы говорим, и знаете, мы не говорим, мы не обсуждаем людей, но она говорит, ты знаешь, я по-разному посмотрела теперь на некоторых людей. После начала войны, я по-другому взглянула на их жизни. Не потому, что они оказались плохими или хорошими, вы поняли, не в этом смысл. Она говорит, я теперь поняла, ради чего они по-настоящему жили. Вы в курсе об этом? Вот так в жизни. Так вот, друзья, когда Бог подводит нас к этому моменту, тебе решать, вот этот второзаконие, 30 глава, 19-20 стихи, я хочу, чтобы вы понимали, благословение или проклятие, и последующая христианская жизнь, внимание, она определяется не просто, я выбираю благословение, она выбирается тем, что вы по-настоящему подразумеваете под словом благословение. Вот она подразумевает это. Вы в курсе, что однажды, когда вы приняли решение сказать своему мужу, будущему мужу, да, вместе с этим вы приняли благословение, если это Божья воля, вы приняли благословение проходить сложные периоды жизни вместе с ним. Вы в курсе об этом? Вы приняли это? Вопрос, являются ли эти сложные периоды благословением или проклятием? Если это Божья воля, друзья, то это благословение. Я могу вам доказать, конечно, легко. Скажите мне, кто в семье проходил сложные периоды во взаимоотношениях? Когда вы проходите победителями, вы вышли достойно из них, что между вами возникает? Единение и близость, правда? Вопрос, так было ли это проклятием? Это было благословением. Если мы думаем, друзья, что семейная жизнь, она должна быть радужная, воздушная и без черных пятен, это ошибка. Это ошибка. Ошибка, повторюсь, которая заключается вот именно здесь. Что означает тебе решать? Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Это неправда. Так не будет. Пока вы это не поймете, у вас всегда будет проблема. Кто-то скажет, так что теперь мне быть фаталистом? Как вот оно случилось, так оно и есть. Нет. Научитесь выбирать Божью волю. Как выбирать Божью волю? Я сейчас вот поделюсь практически этим советом, как все же ее выбирать. Второй момент, друзья, второй момент в этой фразе «тебе решать» это слово «решать». Решать. Вот знаете, давайте откроем второзаконие 20 стих. 20 стих. Можно? 30 глава, 20 стих. Ой, простите, 19 можно? 19. Вторую часть, смотрите, друзья, читаем здесь. «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство». Кто из вас согласится с мыслью о том, что наш выбор определяет что-то? Вообще, определяет наш выбор или нет? Поэтому Бог подводит здесь. Смотрите, Он говорит «избери жизнь». Он не только дает выбор, Он говорит «избери жизнь». Друзья, наш выбор решает многое, но наш выбор, слушайте внимательно, он не формирует наше будущее. Знаете, что он делает? Он либо дает нам идти в будущее с Богом, либо он дает нам дорогу в будущее, но без него. Вот и все. Вот что означает решение. Потому что некоторые люди, знаете, вот, например, как я понимаю, как я вижу это, например, в жизни верующих людей? Вы удивитесь, но иногда можно услышать такую крамольную фразу, на самом деле, плохую фразу от верующих людей. Знаете, какая? Особенно от ребят, которые влюбленные друг в друга. Когда ты им объясняешь, что есть определенные рамки, которые стоят соблюдать до семейной жизни, слушайте ответ. Не у всех, у некоторых. Ну, слушайте, ну, неужели, смотрите, вот же неверующие люди живут и ничего, счастливо тоже живут. Представьте, такую фразу слышать от верующего человека. Говорит, посмотри на неверующих. Они не соблюдали и ничего, тоже живут счастливо. Я говорю, слушай, не надо тебе такую штуку, ну, не надо тебе. Что ты имеешь в виду под счастьем? Понимаете, вот для меня счастье, признаюсь честно, для меня счастье идти в будущее с Богом. Вот это счастье. Потому что я знаю точно, будущее с Богом, даже если оно будет темным, то оно с Ним. А у меня все хорошо. Знаете, если я выбираю безбедную жизнь, но без Бога, потом проблема. Если так провести параллель, знаете, иногда, ну, к сожалению, к сожалению, так иногда складывается. Кто из вас замечал, что иногда у девушек есть мысль выйти за обеспеченного, хорошего человека? Бывает такое, да? Ну, мысль. Почему? Потому что с ним, как бы, будет проще решать жизненные проблемы. Правда? Окей. А кто из вас понимает, что все же зависит не от того, сколько денег у человека, а зависит, что у него с психикой. Правда? Потому что, если он богатый, но, как бы, ты чего? Ой, я живу, как в золотой клетке. Так ты же сама туда хотела. Ты же сама туда хотела. Ты же хотела в эту клетку. Я хотела, но я хотела, чтобы быть свободной. Так, извини меня, секундочку, тебе нужно было определиться, чего ты хочешь. Либо свободы. Смотрите, друзья, Бог говорит здесь, избери, поймите, когда он говорит, избери жизнь, слушайте, что он подразумевает в этом? Он подразумевает, что там, где ты выбираешь жизнь, там есть он. А там, где есть смерть, там его нет. Кто мне скажет, в Эдемском саду, как, ну, какую смерть претерпел человек? Отделенность от Бога. Смотрите, для большинства людей, смерть, это когда я перестаю дышать. Но с точки зрения христианина, смертью является отделенность от Бога. Поэтому, друзья, когда ты выбираешь, ты делаешь выбор, пойти путем, на котором есть нечто хорошее, но нет Бога, у нас проблема. Потому что путь-то хороший, но Бога в нем нет. Вот решение, еще раз повторюсь, решение, друзья, это всегда, решение, это всегда, друзья, то, что, вот я записал себе, что такое решать? Означает взвешивать истинность ценностей жизни. Какими ценностями ты живешь по-настоящему? Что для тебя есть по-настоящему ценным? Ценным. Вы знаете, когда в доме пожар, каждый хватает то, что для него самое... Кто-то выносит детей, кто-то сейф, кто-то дипломат с документами? Ну, вы понимаете, друзья, что каждый выносит то, что для него ценно? Каждый будет выносить и каждый выносит то, что для него ценно. Каждый выносит то, что для него ценно. Второе, друзья, что такое решать? Это откладывать в сторону неправильные ценности. Вы знаете, что отложить в сторону неправильно, это очень тяжело. Вот прям вообще тяжело. Кто из вас когда-нибудь покупал что-то ценное телефон машину компьютер кто-то покупал так вот ну осознанно и не то что там найти куплю а так вот ну не за последние деньги ну так покупали когда вы осматриваете скажите на что вы смотрите на все а знаете если вам хочу сказать вы замечали что всегда продавцы особенности вы с рук покупать они всегда говорят во время того как вы покупаете кто замечал все время говорят 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 знаете зачем они говорят чтобы нет чтобы вы не обратили внимание на недостатки и они говорят во мне о том что слушай это вообще телефон вожовый что ты берешь классный телефон бери сам бы пользовался да купил другой ну навязали а можно тут нету тебе не надо зайдите в магазин например в комфе вы знаете кого вам продадут телефон что-то телефон чей производитель дал вам дал ему больше скидки тот который дал ему больше скидки у вас убедить что это классный телефон взвешивать решать друзья тебе решать это означает взвешивать а какие ценности неправильные взвесить вообще что здесь плохого прежде чем ты выбираешь что плохого в этом может быть мама у такой классный он так бога верит смотри у нее на спине купола нарисованы вообще представляешь на всю жизнь связал себя с богом чего не видит девушка недостатков вы в курсе что любовь видит недостатки влюбленность их не замечает вообще не видит и хочет он самый лучший он самый лучший смотри как он бьет с правой никто так не бьет с правой а кого он будет бить потом с правой не меня не будет у меня любит ну вы понимаете взвешивай решать это означает взвешивать то что неправильно в том числе следующая мысль что такое решать это отделять истинные ценности отделить их суметь и разделить сумет внутри себя сказать стоп это правильно а это неправильно это тоже часть решения и последнее друзья делать самый ужасный выбор знаете какой это когда все идут в ту сторону а ты идешь стороной правильных ценностей это так тяжело вы даже себе не представляете вы не представляете себе как это сложно я вам приведу такой пример на тин для наглядности люблю образы такие я покаялся когда был на третьем курсе в институте 3 курс еще два года я был верующим найти уже такой утвердился во христе я помню момент у каждого наверно выпускной после кто институт закончил выпускной у вас был или нет что в основном люди на выпускном делают равнуются я называю это радуются хотя вот этот вариант тоже правильный радуются что они учились вместе пять лет как все классно я помню этот момент а у нас в училище выпускной попадает на воскресенье а тогда в воскресенье служение и вот мы знаете служение в 10 утра в пол девятого нас там вызвали на построение мы построились прошли называется торжественным маршем фуражки бросили мелочь кинули там вся класс здорово поздравляем ура все и знаете я помню этот момент все говорят поехали на катер будем отдыхать праздновать будем и знаете что делал я помню этот момент когда у нас с нашей группы там 30 человек они собираются все деньги сдали так готовились вышел они по моему диплому так не готовились как готовились к выпускному чтобы вы понимали готовились за несколько месяцев тщательно подбирали все каждую позицию просматривали если нет надо больше брать я помню этот момент знаете я прихожу в комнату у нас там комната в общежитии я переодеваюсь военную снимаю гражданку одеваю бросаю сумку или ты куда я пацаны на служение пошел в церковь вы бы видели как каждый из них на меня смотрел нет придурок вот так они смотрели на меня и знаете я помню вот этот момент знаете когда весь 30 человек 29 идет в эту сторону а тебе надо пойти не туда куда идут все но ты понимаешь что там правильно не слава богу не пришлось возвращаться понимаете я ушел этим путем я сделал этот выбор я сделал этот путь но я знаю что в жизни очень сложно бывает порой это сделать путь поэтому когда мы говорим здесь друзья смотрите жизнь или смерть я тебе предложил друзья выбор жизни иногда будет для некоторых людей сопряжен со смертью вы в курсе еще раз выбор жизни для многих будет сопряжен со смертью я не могу ему сказать нет я потеряю тогда этого молодого человека если я сейчас ему откажу я его потеряю что ты выбираешь вот что ты выбираешь в этот момент жизнь или смерть а разве нельзя жить так чтобы мы были вместе и бог был доволен даже целой теории люди придумают если два человека они уже любят друг друга они идут к свадьбе ничего страшного все они вместе живут в одной кровати спят и так далее в этом ничего плохого нету серьезно не это плохо они уже заявление подали они уже приняли решение не это называется блуд даже в этот момент друзья ну вот такая жизнь с богом кто из вас понимает когда апостол павел будучи одним из величайших светлейших умов своего времени учеником философом кто из вас понимает когда он принял решение идти за христом многие от него отвернулись даже его учитель гамалиил отвернулся от него потому что он выбрал жизнь выбор жизни зачастую будет сопряжен со смертью смертью для тех кто окружает нас потому что они не поймут нас у них не будет понимание вы понимаете это у них не будет понимание поэтому решать можно вернуть на на тему проповедь еще раз тебе решать друзья теперь вы понимаете что слово тебе она подразумевает в нем нет меня но в нем должен быть бог а решать это оказывается совсем не просто это не просто знаете такое они ки беники ели вареники они ки беники бац выбираю вот это выбрал себе нет выбирать это подтверждать вот почему я открою вам тайну вот почему некоторые верующие люди они вроде выбрали христа но живут по-прежнему городах где же мои благословения да потому что если ты выбираешь христа ты выбираешь ценности ты выбираешь жить то есть ты не обманываешь самого себя ты реально этим живешь ты реально этим живешь и так надо жить окей и так как же жить друзья давайте я извините я напишу прочитаю место из писания экклесиаста 3 глава 5 стих одно интереснейшее место из писания экклесиаста 3 глава 5 стих смотрите что здесь написано время разбрасывать камни и время собирать камни вы понимаете что когда вы принимаете решение это время когда вы что делаете разбрасываете камни а потом вы их будете собирать кто из вас понимает что проблема в которую мы проходим это результат наших выборов поэтому когда ты принимаешь решение я хочу чтобы вы поняли это время когда мы разбрасываем камни знаете что меня удивляет больше всего мне удивляют люди которые хотят чтобы они делали то что они хотят но чтобы им за это ничего не было. Как это так? Это как это так это? Ну как такое может быть? Меня удивляет наркоман, который колется, а потом говорит, за что это мне ВИЧ? В смысле за что? Ну, в смысле за что? А что я такого сделал? Ничего. Ты просто разбросал камни. А потом пришло время их собирать. Понимаете, друзья, еще раз говорю, решение это выбор всегда. Это выбор ценностей. Поэтому, если вас не устраивает ваша христианская жизнь, есть смысл обратиться к тому, насколько действительно ваши выборы, они являются христианскими. И не исходит ли ваш выбор от этой мысли. Я так хочу, чтобы это не кончалось, чтобы деньги все платили, чтобы мне ничего не было, чтобы я делал все, что хочу, чтобы все люди радовались, чтобы все люди мне говорили только приятное. Так не бывает. Ну, просто вот реальность. Ну, так не бывает. Так бывает. Вот так бывает, да. А так, как я сказал, не бывает. Итак, решать это, разбрасывать камни. Только потом их жизнь будет собирать. Второзаконие. Можно 30 глава? Еще раз. 30 глава. Я хочу прочитать, друзья, вот с 19 стиха. Смотрите, вторая часть. Ну, тут понятно. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. И 20 стих. Смотрите. Любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилиплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгодней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь Бог обещал дать тебе. Итак, друзья, как же именно тебе решать правильно? Вот хочу дать вам 4 практических простых совета. Как же именно вот эта вот фраза «тебе решать», как решать, чтобы было правильно? Первый совет, 4 простых совета. Первый совет начинается с юмора, а то вы как-то серьезные такие. Я не люблю, когда вы сильно серьезные люди, хочется чтобы улыбались. Сейчас поправлю. Сейчас поправлю. Все, спасибо, Пастер Ваня, услышал мысль. Первый совет начинается с шутки, шутка юмора. Доктор, что принять от беспокойства? Примите Божью волю. Вы не пробовали принимать Божью волю? Вы в курсе, что большая причина беспокойств, нет большей причины для беспокойства у верующих людей, когда они не принимают Божью волю. Поэтому первый совет, как правильно решать, учитесь принимать Божью волю. Вы знаете, это навык, который очень серьезно помогает. Что означает учиться принимать Божью волю? Это научиться отделять правильно от неправильной, истинно от неистинного. Пастер, а если я дам взятку правой рукой, но не глядя? Это грех или нет? Ну, я же говорю, правая не знает, что делает левая. Это же не взятка. Слушайте, научиться принимать Божью волю, это означает научиться принимать то, что кто-то может быть с тобой не согласен. И этот кто-то Бог. Сама эта концепция очень тяжелая для принятия. Вы знаете, каких врачей мы выбираем? Которые чаще всего говорят то, что мы хотим услышать. Вам для этого всего-навсего нужно взять кошачью лапку, восемь крылышек этой самой, и ходите в противочасовой стрелке. Ну, это еще положите, там вообще все решаемо все. Друзья, научитесь принимать Божью волю. Еще раз повторяюсь, Божья воля бывает, ну, вот такая, бывает такая. А бывает, ух, какая. Она всякая бывает, но она Божья воля. Научитесь ее принимать. Научиться ее принимать. Помните, доброе мы принимаем от него, а злое не хотим от него принимать. Как так-то? Вот просто научитесь принимать Божью волю. Еще раз, что мне принимать от беспокойства? примите божью волю второе друзья второй момент вот здесь закрыт 20 стих можно 20 стих 20 стих любил господа бога твоего любил господа бога твоего вы знаете на уже научиться любить бога больше чем самого себя и свою жизнь слушайте внимательно сейчас очень важный после этого я знаю что многие из вас вообще меня не захотят слышать но послушайте тем не менее дорогие мужья научитесь любить себя научите любить бога больше чем вы любите свою жену и свою семью жены научитесь любить бога больше чем вы любите своих мужей и детей но до мужа еще согласно было вот больше чем вы любите детей вы знаете я я часто замечаю когда знаете мы отводим ребенка в детский сад и так получается у нас больше чаще вечером забирать жена я утром отвожу ну и так я вижу знаете я замечаю как приводят мужчины как приводят женщины детей в детский сад очень интересно мужчина приводит примерно так я его привел на те ну то есть выгрузил знаете он такой он смотрите внимательно он отдает слушать это очень важно он отдает потому что он говорит вы воспитательница дальше выберите этого ребенка как приводит женщины детей в детский сад она приводит детский сад и она начинает рассказывать воспитательнице, как нужно воспитывать ее ребенка днем. И если, не дай Бог, вечером воспитательница не услышала и не вняла ее мягким и нежным рекомендациям с утра, я же за своих детей порвать могу. Друзья, научитесь любить Бога больше, чем вы любите себя и своих детей. Своего мужа, свою жену. Смотрите, что он дает рекомендацию? Какую? Вот еще раз, можно 19 стих? Читайте внимательно. Это же связано между собой стихи, ну прочитайте. Смотрите, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Какая здесь стоит знак припинания? Запятая, то есть дальше предложение продолжается, правда? Чем оно продолжается, смотрим. Любил Бога своего, Господа Бога своего. Друзья, хотите научиться правильно решать, научитесь любить Бога. Я его люблю. Но если, не дай Бог, с моими детьми что-то будет не так, Бог, у тебя будут проблемы. Научись любить Бога больше, научись любить Бога больше, чем свою жизнь, больше, чем свою выгоду. Научись любить Его больше. Ой, я не хочу вот этого всего фанатизма. Никто не говорит о фанатизме, просто научись любить Бога больше. Хочешь делать правильный выбор, люби Бога больше. И будет тебе жизнь, и твоим детям. Вы знаете, был такой, были такие два, ну есть история реальная. Был такой один проповедник, христианин, Джонатан Эдвардс. Можете ввести для интереса, если хотите, потом посмотрите эту историю, она есть в интернете. Джонатан Эдвардс и был в его времена такой один из марксистов, такой вот коммунист-марксист, будущий предвестник коммунизма, Макс Жукс. Жук или Жукс, это американцы. И вот очень интересный был момент. Потом исследовали генеалогическое дерево каждого из этих людей. Смотрите, в чем была уникальность этих людей? Их уникальность была в том, что они жили в одно время, они примерно были одного возраста, они примерно как бы вот жили в одной среде, но Джонатан Эдвардс был явным таким отъявленным христианином, проповедником, евангелистом, молитвенником, знаете, таким реформатором. А этот, он выбор сделал свой, он сделал выбор, я хочу жить вот так. Вот я хочу жить так. Можно вернуть 19 стих? Смотрите. «Избери жизнь, дабы жил ты, и что? Потомство твое». Исследовали генеалогическое дерево каждого из них, и потом у Джонатана Эдвардса, который выбрал Бога, у него были вице-президенты, по-моему, даже если не ошибаюсь, один президент США, доктора наук, директоры колледжа, профессора университетов, проповедники, миссионеры, там, знаете, такое, ну, неплохое генеалогическое дерево. Исследовали генеалогическое дерево Макс Жукс. Бандиты, насильники, убийцы, на электрическом стуле, некоторых казнили и так далее. Вопрос. Но ведь каждый же из них жил так, как он считал правильным. Так ведь или нет? Ты не можешь, друзья, ты не можешь обмануть Бога. Избери, что Бог сказал? Жизнь. Жизнь, которую дает тебе Бог. И чтобы жил ты, и что? Знаете, в чем уникальность или в чем трюк? Никто из нас не может прожить больше, чем три поколения. Ну, за редким исключением, четыре поколения проживаем. Если бы мы с вами прожили, друзья, как минимум поколений пятнадцать и потом могли написать письмо самим себе, когда мы были молодыми и делали выборы, знаете, что бы мы написали? Выбери жизнь. Мы бы написали, слышь, ты решала тебе решать. Ты чего нарешал? Что пятнадцать поколений теперь плачут после тебя. Ты чего нарешал? Я гарантирую, если бы кто-то из них, кого казнили на электрическом стуле, мог бы написать этому Максу Жуксу и сказать, ты чего делаешь? Ты чего выбрал? Друзья, это проблема. Третий пункт, который советую, двадцатый стих, откройте, пожалуйста, двадцатый. Здесь написано, учись слушать глаз Бога, учись слушать голос Божий и следовать за ним. Вы знаете, в наше время, я ничего против не имею, еще раз повторюсь, я ничего против не имею, если люди какие-то во время войны уехали. У каждого человека свои причины. Послушайте, никогда не судите. Я хочу попросить, дорогая церковь, пожалуйста, потому что некоторые люди уже начинают не у нас в церкви, но уже в украинском обществе есть такая тема. Те, кто уехали, как они будут потом возвращаться? Будем смотреть, мы станем на границе, будем смотреть в глаза. Послушайте, какое ваше дело, я вас прошу. Вы тоже иногда мхом там прикрылись немного и не отсвечивали, расслабьтесь. Давайте будем честными, знаете, вот это начинается. Мы здесь, мы остались, мы настоящие. Что, бывает такое, да? Есть такое, Паша? Есть? Типа, они уехали. Какое вам дело? Ну, уехал человек. Послушайте, не у всех психика сильная, как у вас. Не все вывозят, какая проблема? Не всех выпустили через рот. Кстати, тоже вариант, я не думал об этом. О! Варианты добавились. Кстати, да, может, если выпускали бы, так и другие бы не было бы. Тоже мысль. Так вот, ну да. А всех по патриотам. Так вот, слушайте, к чему я веду? Послушайте, все, которые уезжали, кто спрашивал, кто, ну, кто имел такую надобность посоветоваться, я всем советовал один вопрос. Вот жена не даст соврать. Знаете, какой я говорю? Помолись Богу и спроси, где он тебя видит? Вот просто всем говорю, пастор, есть возможность уехать, мне уезжать? Я говорю, слушай, что ты меня спрашиваешь? Ну, ты же, ну, зачем тебе меня спрашивать? Не меня надо спрашивать, кого надо спрашивать? И учиться слышать его голос. Вы понимаете? Один из величайших навыков в правильных решениях, друзья, научиться слышать голос Бога. Ну, такая мысль. Откуда я это знаю? Так написано вот здесь. Вот вы не читали это место из Писания? Так написано тут. И четвертый пункт, еще более уникальный, тут написано, знаете, какой? Прилиплялся к нему, прилипляйся к Богу, как к самому большому благу твоей жизни. Знаете, почему я думаю? Я думаю, одна из причин, так вот уже, давайте, подытоживая, заканчивая, скажу вам. Одна из величайших ошибок, которые делают многие верующие, они больше прилипляются к своей жизни и к окружению, нежели прилипляются к Богу. И в этом проблема. Научиться прилипляться к Богу. Знаете, что я заметил? Я заметил, что есть много верующих, христианских жен, которые говорят, ну, как муж скажет, так я и сделаю. Интересная мысль. Ты к кому прилипилась-то? Ну, так мы же, мы с мужем одна плоть. Ну, как он скажет, так я и буду делать. Серьезно. А что, когда он тебе говорит, не покупайся эти сапоги? Это не касается этой темы. Это немножко из другого. Нет. Прилипляйся к Богу. Что означает прилипляйся? Это означает, всегда делай его выбор. Всегда на его стороне будь. Всегда стой на этой стороне. Тогда, когда придет время решать, тебе будет решать легко. Естественно, несложно. Понимаете, друзья? Давайте еще раз прочтем это место из Писания. Можно вернуть? Второзаконие, 30 глава, 20 стих. Смотрите еще раз. Итак, 19, простите, 19. Итак, сейчас, видите? Во свидетели пред вами, призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть, предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. 20. Любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его, и прилиплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь Бог склятвою обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку, Иакову. Знаете, заканчиваю с одной мыслью. Убери из центра своей жизни самого себя, и жить станет легче. Поставь в центр жизни Бога, и ты уже победил. Два простых, но таких сложных для решения, для действия вопроса. Убрать из центра своей жизни себя, а второе поставить в центр жизни Бога. Это так важно научиться делать. Научитесь это делать, я вам рекомендую, и вы увидите, как вам станет легче жить. Давайте склоним голову, я думаю, есть каждому о чем сегодня поразмышлять после этой проповеди. Давайте будем молиться и говорить с Богом об этом. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы сегодня так благодарны Тебе. Благодарны Тебе, Господь, за то, что мы можем сегодня слышать Твое Слово, и Твое Слово, Господь, оно острее всякого обоюдоострого меча. Твое Слово, Господь, оно проникает так часто в нашу внутренность, каждого из нас. Оно прям разделяет нас, Господь, до самой глубины, Боже. Мы молимся и просим Тебя, чтобы Ты сегодня по-особенному благословил нас. Дай нам в течение этой недели размышлять над этим Словом. Дай нам размышлять над Ним, на наших домашних группах, Господь, в наших семьях. Дай размышлять над Ним, Господь, о том, что же означает решать мне. Особенно сейчас во времена, Господь, во времена не столь простые, во времена сложные, во времена, когда кажется, что от одного решения зависит действительно вся будущая жизнь. Господь, научи нас делать правильные решения. Научи нас принимать правильные решения. Научи нас решать, Господь, так, как видишь Ты. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо.